Этот небольшой курс лекций посвящен философии 20 века. А расскажу я вам о ней с точки зрения нескольких принципиальных проблем, которые обсуждались в 20 веке. Если характеризовать 20 век в целом как эпоху, как интеллектуальную эпоху, то один современный философ, Ален Бадью, французский философ, он так вот характеризует 20 век как время страсти к реальному. То есть в целом было интеллектуальное такое состояние, особенно в начале 20 века, которое было связано с поиском вот этого самого реального или настоящего, или действительного. Потому что казалось, что предшествующие формы мысли и организации общества реальными не являются. Как бы жизнь потеряла немножко свою реальность, потеряла наполненность, как будто стала казаться ненастоящей. И перед лицом этого, ну тут две могут быть реакции. Одна сказать, что, а, ну, все вокруг фикция, давайте весело наслаждаться. Это скорее реакция, кстати, конца 20 века. А вот начало 20 века с той же, в общем-то, и с той же ситуацией, с той же констатацией, наоборот, сделала вот этот выбор в пользу реального. Ну, как это реально выявить, как это реально ощутить? Наверное, недостаточно просто ткнуть пальцем в стул или стол и сказать, что вот это реальное. Это некий вопрос, поэтому речь идет скорее о страсти к реальному, чем об обнаружении раз и навсегда некого настоящего подлинного фундамента бытия. Никакого такого подлинного фундамента бытия на самом деле на тот момент не оказалось. Вот. И первый принципиальный, на мой взгляд, ключевой для 20 века спор по этому поводу состоялся в 20-х годах в германоязычной культурной среде между на тот момент такими самыми известными, самыми модными интеллектуалами. Одного из них звали Мартин Хайдеггер, вы, наверное, слышали имя, очень известный и впоследствии тоже философ, но он уже тогда, хотя он был относительно молод, прогремел очень сильно, только что вышла его книга «Бытие и время», такой манифест его философии. Вот. Он казался очень революционным. Не в политическом смысле, а именно вот в интеллектуальном. И его оппонентом был тоже крупнейший философ того времени Эрнст Кассирер. И Кассирер представлял более на тот момент традиционную философию, но в которой он тоже достиг очень больших успехов. Кассирер только что выпустил трехтомник, который назывался «Философия символических форм». И это был, ну, тоже по-своему прорывный труд, очень новаторский, где он выстроил всю историю человечества как развитие форм нашего познания, как определяющихся знаками, символами. Это тоже очень важная тема XX века. Знаки и символы, что у нас не прямое познание действительности, а только через вот какие-то условные, но в то же время наполненные смыслом, я бы сказал, технические инструменты. Вот Кассирер описал, как эти инструменты постепенно развивались и привели к тому, что современный человек, он имеет глубоко рациональную картину мира на основе абстрактных символов, которые он в себе сформировал. И в противовес этому Хайдгер в своем бытии и времени предлагает то, что он называет, его современники называют философией экзистенции или существования. То есть философию, которая пытается вывести как раз любые символические, несимволические формы мира из простого факта бытия. Причем простого факта бытия именно человека. Человек, грубо говоря, просыпается, он находит вокруг себя достаточно такой непонятный, враждебный мир. Он чувствует, что он умрет, что он даже не понимает до конца, что говорят его окружающие. И вместо того, чтобы идти в школу, читать книги Кассирера и изучать символические формы, он вот становится на этом месте своем и говорит, я ничего не понимаю, и в этом-то и есть мое преимущество. Я конечный человек, конечное существо, и через эту свою заброшенность, как говорит Хайдгер, в мир, я на самом деле познаю бытие в целом. Я имею какой-то особый к нему доступ именно из этой моей трагической, одинокой позиции, ну, в каком-то смысле героической. Хайдгер называет такого человека герой бытия. То есть вы видите контраст. Одна философия разворачивает изнутри истории человечества некоторую общую картину мира, другая сводит мир вот к этой точке настороженного существования. Для Хайдгера очень важно, что это существование, экзистенция испытывает постоянно тревогу, страх, не по поводу чего-то конкретного, там ни бандитов боится каких-то, ни войны, а вообще вот всего боится. И в этом страхе раскрывается что-то очень важное о мире, говорит Хайдгер. Мы имеем через него доступ к ничто. Что это за ничто, непонятно, но вот мы как-то выходим на это очень фундаментальное, на фундаментальный феномен «ничто». И вот Хайдгер и Кассир решили встретиться и обсудить свои противоречия. Это было в швейцарском местечке Давос в 1929 году. И, ну, это было специально организовано. Оба готовились, они написали тексты про книги друг друга. Там присутствовали и другие философы. В общем, все подавалось с достаточно большой помпой. Сами участники тоже презентовали себя по-своему. Кассирер пришел в строгом костюме, а Хайдгер пришел в лыжном костюме. Ну, вообще, как вы знаете, Давос – это лыжный курорт, и Хайдгер очень любил кататься на горных лыжах. Был такой спортсмен. Но при том, что горные лыжи, сами понимаете, такой спорт не бедных, все это подавалось как встреча как раз героя бытия, такой простой экзистенции с представителями истеблишмента. Потому что Хайдгер только недавно получил профессуру, и вся его философия была такой, я бы сказал, демократически ориентированной. Мы из низов сейчас вам покажем. Вот вопросы, которые сформулировали коллеги для них, ну, на основе прочтения их текстов, таковы. Какая дорога к бесконечности открыта для человека? Как человек может пойти по ней? Следует ли понимать бесконечность как ограничение конечного? Или же она обладает своим собственным измерением? В каком смысле перед философией стоит задача освободить человека от тревоги? Или же ее функция, наоборот, в том, чтобы открыть человека для нее? Вот. То есть, по сути, это был вопрос о том, имеем ли мы доступ к какой-то особой бесконечности. Для кассирера это так. Для кассирера через познание мира в символических формах, хотя здесь символы мы сами создаем, мы, тем не менее, восходим, ну, каким-то, надо сказать, достаточно таинственным образом к бесконечности мира. Потому что мир бесконечен. Суть мира – бесконечность. И мы, как он выражается, трансцендируем. Это такое философское слово, которое означает превосходим. Мы как бы перепрыгиваем из мира чувственного в какой-то иной мир. Но это не иной мир, в смысле, он в другом месте находится. А в том смысле, что это тот самый мир, но мы о нем больше познаем через посредство вот этого символического поднятия над собой постоянного. То есть человек – это трансцендирующее себя существо, которое поднимается к тотальности мироздания, которая сама по себе бесконечна и невыразима на языке чувственного. А Хайдегер на это отвечает, что ни к чему вот этому тотальному и бесконечному у нас доступа нет. То есть все, что Кассер говорит, все это очень интересно, но мы об этом ничего не знаем. Вот поэтому, собственно, говорит Хайдегер, задача философии – обратить человека от пассивной поглощенности продуктами духа назад к строгой суровости его судьбы. Так вот красиво он формулирует. Потому что он считает, что все, о чем рассказывает Кассер, вот эти все там культурные формы, живопись, наука 17 века, наука 19 века и так далее, это то, что человек сегодня только проглатывает пассивно. Он не может вывести это из своей вот этой экзистенции, из своей конкретной этической ситуации в отчужденном капиталистическом обществе 20-х годов в Вемерской Германии. Но это не значит, что совсем бесконечности нет. Бесконечность есть как бы для Хайдегера в негативном смысле. Она только следует из вот этой ситуации конечности. Вот мы находимся в конечности, но это не значит, что мы никуда двигаться не можем. Мы можем. Но куда мы не пошли, это будет все равно конечность. И у нас есть вот эта тревога, которая, собственно, и является тревогой перед бесконечным миром, но бесконечным, о котором мы ничего не знаем. А, повторяю, Кассер исходит из того, что есть прогресс по направлению к бесконечности, и у человека есть интуиция высшего бесконечного, бесконечного позитивного смысла, хотя мы о нем ничего не знаем. Очень драматический спор, спор между идеализмом, который представляет Кассерер, и так об этом и говорит, и спор между экзистенциальной философией. Ну, Хайдегер сам по-разному ее называет, он ее предпочитает называть антологией, фундаментальной антологией, но все равно это некое движение мысли, которое потом назвали экзистенциальным. Которое пытается быть не идеалистическим. А почему? Потому что оно вот именно одержимо этой страстью к реальному. Оно хочет вытащить вот это вот мое реальное существование здесь и теперь воплоти в той ситуации конкретной, в которой я нахожусь. Веймарская Германия, 29-й год. Расскажите мне вот про мою нынешнюю ситуацию, а не про соотношение электронов в атоме. Соответственно, для него идеализм кассирера – это некоторая буржуазная идеология, которая делает человека как бы пассивным. Надо еще… Был такой нюанс, что вообще кассирер был еврей, а Хайдеггер был совсем не еврей. И, на самом деле, потом, когда Хайдеггер уже перейдет на сторону нацистов в 1933 году, он станет таким достаточно ярым антисемитом. Но у всех создалось впечатление, что Хайдеггер, как бы, так сказать, по очкам победил в этом споре. Потому что он более уверенно говорил, он, ну, фигурально говоря, бил себя в грудь, он показывал, что вот наша экзистенция, конечность здесь и теперь. И кассирер выглядел, конечно, вот прекрасно душным, несовременным. Надо уточнить, что для кассирера бесконечность, вот эта, о которой он говорит, это не Господь-Бог. Он не апеллирует к чему-то данному и догматическому. Он именно считает, что это бесконечное – это нечто новое, что открывает современная наука и к чему мы постепенно восходим на пути научного, но и этического тоже самосовершенствования. Ну, чему вот Хайдеггер противопоставляет эту свою этику заботы, тревоги, заботы в смысле озабоченности и в целом напряжения такого. Хайдеггер выиграл. Однако, во-первых, сам Хайдеггер потом стал эволюционировать в своей философии. И если мы посмотрим его сочинение вот даже еще «Времени нацизма» и тем более позже, то для него как раз роль символа становится гораздо больше. Для него философия становится тоже центрированной на символе, как и для кассира. То есть какая-то подвижка философии самого Хайдеггера происходит. И в целом вы знаете, что 20-й век – это век размышления о символическом. Особенно вот послевоенные годы, 50-е, 60-е, иногда говорят о таком языковом повороте в этой связи. Вы знаете, может быть, о французском структурализме, как о варианте тоже теории символических форм в обществе. Говорить о интеллектуальном выигрыше Хайдегера по отношению к кассиреру в «Довозском дебате» довольно сложно, учитывая вот указанную победу, например, семиотического структурализма во Франции, а потом и во всем мире. То есть авторы Барт, Фуко, они кассирера никогда в жизни не цитируют. Но на самом деле они гораздо… А Хайдегера цитируют. Но на самом деле они, конечно, ближе к кассиру. Новая фаза в развитии этих идей наступила относительно недавно, когда вот уже в 90-х годах 20-го века и сейчас здесь таким важнейшим, важнейшей фигурой был Алин Бадью, который выстроил новую антологию, основанную на теории множеств, и попытался соединить ее с Хайдегеровской. А теория множеств – это теория бесконечностей. То есть там бесконечность первого уровня, второго, третьего. Утверждается реальность бесконечностей. Но, используя Хайдегера, Бадью стал показывать, как субъект из своего, может быть, страдания, из своей тревоги и так далее, с ним что-то происходит, и он начинает выстраивать эти бесконечности. То есть философия Бадью в каком-то смысле это как раз синтез Хайдегера с кассиром. Дальше больше. Некоторые ученики Бадью сформировали группу, которая называется спекулятивные реалисты. И они вообще пытаются утвердить возможность нового познания бесконечности, более утвердительного отношения к знанию, и в этом смысле выхода на гораздо более рационалистические позиции, чем те, на которых стоял XX век. Таким образом, вот эта проблема конечности и бесконечности, которая может показаться как-то абстрактной, надуманной и так далее, на самом деле действительно была центральной, определяла нерв и исторический, и интеллектуальный XX века, и на новом витке вернулась сейчас. То есть она не решена, но сегодня она снова становится предметом размышления, обсуждения. Я думаю, что вот следующие поколения внесут что-то важное и новое в самопонимание человека как такого конечно-бесконечного существа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...